Прошу любить и жаловать великую, мощную, на такую маленькую Османскую империю. Почему империя такая небольшая? Хммм, не знаю. А ладно, погнали! Положение в империи ужасно. Шесть военных заводов, одна верфь и девять фабрик. Но больше печалят плохие дела в управлении страной, из-за чего народ на грани забастовок. Вооруженные силы в патовом состоянии. Всего-навсего девять дивизий, общей численностью 81 тысяча человек и 10 кораблей. Но чем Османская империя всегда славилась, так это своими прекрасными командирами. Штаб генералов и фельдмаршалов реально поражает. Четвертый, третий навыки с кучей разных умений. Это будет хорошим подспорьем в будущем. Отправной точкой к изменениям послужило убийство султана, вергнувшее страну в пучину безвластия и беспорядков. Генеральной ассамблее срочно пришлось решать эти проблемы. Самым адекватным и правильным решением было спросить, что хочет народ. Но тут было все ясно. Народ хотел убрать эту чертову империю и провозгласить местный вид демократии. Глупцы, не так ли? Но мы были верны своим традициям. Частью подкупами, частью угрозами и убийствами мы решили сохранить Османскую империю и вернуть ей былую мощь. Хоть народ был и против, но мы посадили на престол Османа Четвертого. Личность, о которой мало кто-то знал, но все равно его восприняли с трепетом и уважением. Все-таки в корнях уже заложена любовь к своему султану и страх перед ним. Теперь место султана не пустовало и пора было заняться более насущными делами. Вы сейчас скажете наладить международные отношения, улучшить армию, флот, либо же свою авиацию? Нет. Это все второстепенно. Первое, это надо позаботиться о своих людях. И поэтому мы стали разрабатывать новый проект. Конституции. Изменения во внутренней политике были тепло восприняты народом. Но, надо дать должное, демократы не спешили так просто сдаваться. И в самый ненужный момент, когда я ожидал это меньше всего, они ударили в спину. 50 тысяч военных и несколько миллионов гражданских поддержали это восстание. Но это уже ни в какие ворота не лезло. Наша армия срочно была переправлена на подавление этих жалких демократов. В целом, вся гражданская война прошла достаточно быстро. Но, скажу честно, нервишки она мне немного потрепала. Да и при том, дрались они до последнего. Пришлось захватить все провки до единой, чтобы гражданская война наконец-таки закончилась. Порядок в стране был восстановлен, и теперь можно взяться за возвращение своих национальных территорий. Первой жертвой была Армения. Наша делегация мирно отправилась к ним и предложила. Отдайте Трабзон, и мы вас не тронем. Но гордые, сильные и верные в себя армяне решили ответить отказом. Глупцы. Но ничего. Мы научим их, как правильно обращаться со своими хозяевами. Мы объявляем войну. На начало войны наши силы и силы противника были примерно равны. А если учесть то, что они засели в горах, это было реальной проблемой. Ну, я думаю, вы прекрасно видите, как османские войска, ценой гениального ума командующих, просто как нож, вошли в армянское мясо и прорвались ровно по центру. Армянские войска были окружены. Кроме того, многие попали в плен. Дальнейшее сопротивление было смешным и бессмысленным. Но они старались до конца. Надо отдать должное. Гордые и смелые ребята. Но вы знаете, чем все это закончится. Мы захватили Армению и сделали ее своей марионеткой. Следующей целью был Курдистан. Ну, скажу честно, здесь уже особых проблем не было. Наши войска, наученные в армянской войне, достаточно быстро, эффективно и почти без потерь окружили и разгромили курдистанскую армию. Несмотря на эти две громкие победы, еще множество территорий оставалось под управлением врага. В частности, Греции и Италии. Ну, а также немножко французских земель. Стоит отдать должное, что оба этих противника были защищены. Греция была под защитой Великобритании, а Италия входила в союз с Францией. Естественно, надо было выбирать, на кого нападать первым. В целом, я решил, что будет первой жертвой у нас Греция. Во-первых, достаточно слабый противник. А во-вторых, за него вступается только Великобритания. А как вы знаете, она сильно лишь на море. Одна армия из 18 дивизий была поставлена в Константинополь. Снабжение ее оставляло желать лучшего. Но они были фанатичны и обещали ценой собственных жизней, даже с голыми руками, защитить этот святой город. Другая же армия из 15 дивизий, которая до этого захватывала Курдистан и Армению, выставилась на границе с Грецией в Малой Азии. Эта война была поистине великолепной. Силы были равны, а даже в какой-то момент Греция была сильнее Османской империи. И поэтому эту войну я решил вам показать полностью. То есть вы сейчас увидите ее от и до в ускоренном виде, но все равно на ютубе есть кнопочка, которая замедляет видео и позволит вам посмотреть все прелести этой войны. Наслаждайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пока